О терпении. У одного старца спросили, как у тебя хватает терпения пребывать в одиночестве в этом заброшенном уголке земли? Он ответил, я никогда не нахожусь в одиночестве. У меня всегда есть собеседник, Господь. Когда я хочу, чтобы Он говорил со мной, я читаю Святое Писание. А когда хочу сам поговорить с Ним, молюсь. Когда к одному старцу ученик приходил с признанием в грехах, тот всегда говорил ему, вставай. Но я много раз уже вставал и падал. Опять вставай. Да коли же я буду падать и вставать, пока тебя не настигнет смерть, павшим или поднявшимся, ответил ему старец. Говоря о терпении, один старец приводил такую притчу. В одном городе жил искусный цирюльник, который получал по три медные монеты за бритье бороды. И так как он брил ежедневно многих, плодкладывая на свое пропитание, бородобрей ежедневно сверх того сберегал по сто медных монет. Имея вполне определенный заработок, он как-то узнал, что в другом городе за бритье платят гораздо дороже. «Увы», — сказал он тогда, — «зачем я буду тут терять свое время? Сколько я работаю тут за три медные монеты, а там я могу обогатиться?» Недолго думая, он распродал свое имущество и отправился в тот город, где ожидал более выгодного заработка. Он нашел там все, о чем ему рассказывали. На новом месте бородобрей действительно получил гораздо больше за точно такую же работу. Вечером с большими деньгами цирюльник очень довольный отправился на базар, чтобы купить себе что-то на ужин. Но там все было настолько дорого, что он истратил все, что заработал за день. От большого заработка в кармане не осталось ни гроша. Заметив, что каждый день происходит то же самое, цирюльник призадумался. Теперь он не только не мог ничего скопить, но еле-еле сводил концы с концами. «Мне надо вернуться на прежнее место, чтобы хоть что-то отложить себе на старость», — понял он. «Теперь я по опыту вижу, что там медными грошами я зарабатывал больше, чем в большом городе крупными монетами. Здесь я не только не могу ничего сберечь, но и просто пропитаться». Пришли как-то к одному прославленному старцу несколько иноков, прося его дать совет для спасения души. Он им сказал «Вы ведь знаете, чему учит Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали просить о том, чтобы он им дал какое-нибудь наставление, старец им сказал «Исполняйте, что заповедал Спаситель. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. Они ответили, что не имеют для этого достаточно сил. «Если у вас не хватает мужества подставить им другую щеку, то вы носите терпеливо, когда вас ударят». Они ответили, что не могут и этого. «Если и этого не можете сделать», — сказал Ава, — «то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло». Они объявили, что и это сверх их сил. Тогда, обернувшись к своему ученику, старец сказал «Пойди, приготовим немного кашицы, чтобы они им подкрепились. Я вижу, что они весьма слабы. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам могу сделать? Нужно молиться». Один брат спросил старца. «Если я предаюсь гневу, но принуждаю свою душу терпеть плохое обращение и быть доброй один раз, что я должен делать, когда меня оскорбляют во второй, в третий и в четвертый раз?» Старец сказал ему на это. «Заповеди Божии следует исполнять не раз, а всегда. И сравнил человека, исполняющего заповедь лишь однажды, а потом отказывающегося от ее исполнения, с безумным, который один раз принимает принесенный ему хлеб, а потом с грубостью отталкивает руку дающего и грозится убить всякого, кто будет его кормить». Это было страшное время, когда в пустыню пришли варвары и разорили многие монастыри. Некоторым старцам все же удалось бежать и в поисках безопасного места им пришлось несколько дней провести в древнем храме. «Пусть каждый из нас поживет здесь отдельно и в безмолвии. Не будем встречаться друг с другом целую неделю», предложил один из старцев. Так они и сделали. А этот старец, вставая поутру, всякий раз бросал камень в лицо статуи, бывшей в храме, а вечером говорил ей «Прости меня». И так он делал целую неделю. Наконец, сойдясь все вместе, монахи его спросили «Каждый день ты бросал камни в лицо статуи, а под вечер ей кланялся. Делает ли так человек правоверующий?» «Я делал это для вас», — пояснил им старец. «Когда я бросал камни в лицо статуи, то не говорила ли она чего и не сердилась ли? И когда я кланялся ей и просил прощения, трогалась ли она с места и говорила «не прощу»?» «Мы ничего такого не видели и не слышали». Тогда старец сказал «Нас здесь семь братьев. Если хотите, чтобы нам друг с другом жить вместе, будем подражать этой статуе, которая одинаково равнодушна и к обидам, и к почестям. Если же не хотите вести себя так, то вот четверо ворот в храме, и пусть каждый идет, куда хочет». «Мы все сделаем, как ты говоришь, и будем послушны твоим словам», — сказали монахи, и все оставшееся время провели вместе в мире и согласии. «Когда в ногу вонзится шип, который нельзя вытащить, не вызвав сильного кровотечения и боли, его не дергают силой», — говорил один отец-пустынник. «Сначала нужно наложить на него вытяжной пластырь и другое смягчающее средство, которое вытягивает шип наружу. Точно так же и наставник, который имеет дело с человеком, отличающимся злым характером, сможет привести его к долгу кротостью и терпением. Нелегкое это дело — мудро управлять людьми. Если ты увидишь, что кто-то впадает в лень, вызови его и наедине терпеливо убеждай вернуть его прежнюю ревность. И если же ученик отвергнет все твои убеждения, оставь его на некоторое время, выжидая, чтобы Бог коснулся его сердца». Один старец нес в город продавать глиняные сосуды и нашел на дороге прокаженного. «Куда ты идешь, Ава?» — спросил прокаженный. «В город продавать сосуды», — ответил старец. «Сделай милость, Ава, снеси и меня туда же». Старец поднял его и понес в город. Больной сказал, «Положи меня там, где будешь продавать сосуды». Старец так и сделал. Когда он продал один сосуд, прокаженный спросил, «За сколько ты его продал?» А когда старец назвал цену, сказал, «Купи мне пирог». Старец купил ему еды, а когда он продал второй сосуд, больной опять попросил, «Купи мне еще пирога». И он опять получил угощение. Наконец, когда старец продал все сосуды и собирался возвращаться в пустыню, прокаженный сказал, «Сделай милость, отнеси меня опять туда, где взял». Старец поднял его и отнес туда же. «Благословен ты от Господа на небе и на земле», сказал ему прокаженный. Старец оглянулся, но никого не увидел, так как это был ангел Господень, приходивший испытать его терпение. Рассказывают об одном монахе, которому старец дал необычное послушание. Он посадил в пустыне сухое дерево и велел каждый день поливать это дерево кружкой воды, пока оно не принесет плода. Вода же от них была так далеко, что ученик уходил за ней с вечера и возвращался только к утру. После трех лет дерево ожило и принесло плод. Старец его сорвал, принес в монастырь и сказал братьям, «Вот попробуйте плод послушания». Жил один монах в египетской пустыне. И так его измучили соблазны, что решил он отказаться от монашеской жизни и пойти, куда глаза глядят. Натягивая сандалии, он увидел неподалеку другого инока, который тоже торопливо обувался. «Ты кто?» спросил монах незнакомца. «Твое собственное я», услышал он в ответ. «Знай же, куда бы ты ни отправился, я все равно пойду с тобой». Одного старца спросили, что значит из речения апостола Павла «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Послание к Эфесинам, глава 5, стих 16. Он ответил. «Слова апостола учат, как извлекать из времени прибыль. Тебе, например, пришло время терпеть поношение, а ты искупи время поношения смирением и долготерпением. Предстоит пережить время бесчестия, искупи это время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, самое трудное время в нашей жизни будет служить нам на пользу». Один человек, придя к старцу, стал рассуждать о таких делах, которые он еще не совершил. Старец послушал его, послушал, и говорит, «Ты еще не приобрел корабля, не положил на него своих пожитков, и прежде плавания уже прибыл в город. Не так надо. Наберись терпения, и когда сделаешь дело, только тогда приходи ко мне и рассказывай». Жили три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для себя дело примерять ссорящихся между собой людей, другой посещал больных, а третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, стараясь примирить людей, никак не мог всех их избавить от ссор между собой и вскоре впал в уныние. Придя ко второму брату, посещавшему больных, он тоже нашел его смущенным и ослабевшим. Тогда оба они пошли к пустыннику, поведали ему свои печали и просили объяснить, почему ему так хорошо живется в пустыне. Помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит «Смотрите на воду!» Но вода была мутная, в ней ничего не было видно. Спустя немного времени он опять говорит «Смотрите теперь!» Вода устоялась. Монахи посмотрели в воду и увидели свои лица, как в зеркале. Тогда пустынник сказал им «Так бывает и с монахами». Когда они живут среди людей, то от постоянного смущения и волнения им трудно увидеть свои грехи. А когда они безмолвствуют в пустыне, то хорошо видят, что нужно исправить в самих себе. Одна знатная женщина отправилась на поклонение святым местам и решила, что после этого будет благочестиво проводить свою жизнь. «Дай мне в служанке такую хорошую девицу, чтобы она научила меня жить по-новому», попросила она епископа. Епископ приставил ей в служанке самую тихую и добрую девушку, какую только мог отыскать. Спустя некоторое время он встретил госпожу в городе и стал расспрашивать ее о служанке. «Она прекрасно себя ведет, но позволяет мне делать все, что я хочу. Она слишком скромна, а мне нужно, чтобы кто-то не позволял мне исполнять любые мои прихоти». Тогда епископ приставил к ней девушку крутого нрава, которая не церемонилась с хозяйкой и называла ее не иначе, как «дура богатая». Вскоре епископ опять увидел госпожу и спросил, «Какова девица?» «Вот это поистине приносит пользу моей душе», — сказала она. «Через нее учусь я кротости и смирению». Субтитры создавал DimaTorzok